Так в смысле, он же привстал? От его близости бросила в жар. В смысле, бля? Вот этого я не ожидала. Схватила тебя за волосы, блядь. Привет всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Лера. Клуб романтики Циени Сэндфора. Сегодня у нас третья серия. И я только к третьей серии наконец-то заметила, что для каждой серии есть описание. Смерть Сэма не дает городу покоя. Вас с Люком вызывают на допрос, а в школе накаляются отношения. У нас вторая серия закончилась на том, что мы нашли Сэма Замбака в лесу. И, короче, свиданка пошла не по плану у нас. Поэтому давайте уже приступим к тому, чтобы понять вообще, что происходит и что там было дальше. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте авансы, лайки, пишите ваши комментарии. Поехали, поехали. Давайте уже быстрее. Звуки сирены от полицейской машины разносились по всему кварталу. Люди выглядывали в окна, с интересом рассматривали ваш дом. Ты ничего не сделала, но почему-то чувствовала себя виноватой. Отец Дерека, мистер Никсон, выглядел серьезным и неприветливым. И от этого было еще больше не по себе. Спасибо, что привезли мою дочь, мистер Никсон. В смысле, они типа увидели Замбака и вызвали ментов или что? Это моя работа. Советую вам быть осторожнее, хотя бы не разгуливать по вечерам в лесу. Да, конечно. Спасибо еще раз. Всего хорошего и спокойной ночи. Он уже направился к машине, но вдруг обернулся и добавил. Не переживайте, не переживайте за свою дочь. Я за ней присмотрю. Мама в ответ молча смотрела на него, затем медленно кивнула. Спасибо. Такой чувак, бравый парень. Такой нормальный. Машина отъехала, и мигалки все удалялись, пока не скрылись совсем, оставив за собой тишину ночной улицы. Мама обняла тебя, ты почувствовала, как она дрожит. А Леонард Ди Каприо-то где? Мама, все нормально, я просто испугалась за тебя. Мне жаль, что ваше свидание кончилось так. Ну, вообще, мне реально жаль. Я там планировала, как бы, ну, по-серьезному, чтобы все было. Ну, естественно, маме я скажу, типа, да, вообще без Б, все окей. Ты не представляешь, как я рада, что с моей малышкой все хорошо. Она еще крепче обняла тебя. Пойдем в дом, ты вся продрогла. Ой, да опять сон. Мне кажется, вот когда красным фоном таким, это значит сон. В комнате было темно, но свет выключать не хотелось. Еще такое искаженное какое-то все. Ты подошла к окну, осмотрела улицу, словно что-то выискивая. После того, что было в лесу, ты не могла отделаться от щемящего чувства в грудной клетке. Наверное, это просто страх. Потянулась к выключателю, надеясь, что при свете будет не так беспокойно. Но чья-то ледяная мокрая рука коснулась твоей руки. А? Помоги! Это Сэм. А-а-а! Вот опять вот это вот ее лицо, господи Иисусе. Она как будто не в испуге кричит, блин, у нее такое лицо, а как будто она со злости на голову орет. А-а-а! Вот опять. За окном, удаляясь, звенел колокольчик на чьем-то велосипеде. Было светло. Мама заглянула в комнату, увидела, что ты еще не встала. Опоздаешь же, собирайся. Минуты шли, а ты продолжала лежать в ожидании, когда дыхание придет в норму, а сердце перестанет выскакивать из груди. Стоило закрыть глаза, как ты видела бездыханное тело, окруженное цветами. Вот эти цветы, кстати, которые под ним там росли, это довольно странная тема. Я надеюсь, что это, ну, объяснят потом все. Короче, вопросов не оставят. И в воспоминаниях от него словно бы веяло холодом, от которого не спрятаться и не скрыться. Хотелось убежать от его образа, но труп преследовал даже во сне. Ужас пробирал до костей, ты дрожала под несколькими одеялами, согреться не получалось. Взглянула на овца снов. Если это из-за него, мне такое снится, может, стоит отдать его миссис Хилл? Все еще лежишь. Вставай, давай. А выбора не оставалось, пришлось собираться в школу. Вставай, вставай, штанишки одевай. Что мне надеть сегодня? Давайте, это самое интересное. Блин, естественно, я бы вот эту кофту надела, она крутая, но у меня нету 20 штук. Вот это тоже очень клевое. Юбчанский, да? У меня же запсидет, слава богу. Понимаете, то, что бесплатно, короче, а не за бриллианты, не за кристаллы, оно выглядит, как будто я заморашка последняя просто. Ну не я, конечно, а Сара, но все равно, блин. Ну это жесть. Ну вот это вот вообще крутяцкое, крутяцкое, это цвет мой любимый фиолетовый. Короче, ну ладно, блин, что я могу сделать? Мы с тобой бомжи, Сара, у нас хватает только на мешковатые вещи. Сейчас не хочется как-то наряжаться этот наряд в самый раз. Да хуёвый наряд. Мама уже ждала снаружи, оставалось только взять портфель и спуститься вниз. У дома стояла полицейская машина. Доброе утро, Сара. Здравствуйте. Вам с Люком нужно будет проехать со мной, чтобы дать показания. Ого, ну типа удивилась, Люк сидел на заднем сиденье машины. Оу, еее. Блин, что у тебя с лицом, чувак? Ты увидел девушку, которая тебе нравится. И такое лицо, блин, жесть. Какие показания, они ничего не знают. Дети просто натолкнулись на тело в лесу. Достаточно с них травм? А тело, типа, так и не нашли, наверное, или что? Знают они что-то или нет, сейчас мы и выясним. Мама прикрыла тебя рукой, будто защищала. Не переживайте, миссис О'Нил. Верну и доставлю в школу в целости и сохранности. Он так постоянно лыбится, как будто это просто праздник какой-то. Каждый что ни день, то праздник. Мама неохотно отошла в сторону. Будь осторожна, детка. Вы пошли уже к машине, но мама вдруг подозвала шерифа. Мистер Никсон, можно вас на минутку? Ждите здесь. Люк вышел из машины. Он выглядел обеспокоенным, нервным. Не отрывая взгляда, смотрел на шерифа, будто хотел услышать, о чем они говорили с мамой. Вот, кстати, Люк, вот это интересно. У меня складывается впечатление, как будто бы он, ну, знает что-то больше, короче, чем говорит. Но в прошлой серии он, например, тоже очень жестко удивился, типа, когда они нашли Сэма. Я, короче, внесу сейчас предположение и посмотрим, это вот предположение, оно оправдается или нет. В комментариях пишите, как вам кажется, связан Люк, знает ли он что-либо вообще вот с этой чертовщиной. Слово чертовщина странное, но я не знаю, как назвать еще. Короче, или нет? Вот я думаю, что связан. Побудем экстрасенсами. Люк вышел из машины. А, это я уже прочитала. Что с тобой? Еще спрашиваешь? Мы нашли моего друга в лесу мертвым. Да в смысле мертвым? Он же просто, это, зомбак был. Вы что? Я не знала, что вы дружили. Дружили. Некоторое время Люк молчал, но по его лицу было видно, что он обдумывает случившееся. В смерти Сэма было что-то не то. Его глаза... Так в смысле, он же привстал и что-то там какие-то звуки сделал, нет? Ты помнишь его глаза? Да, да помню, конечно. Их не забыть. Кто мог такое с ним створить? Шериф Никсон молчит, но он явно что-то знает. Я почти до утра не мог уснуть. Все думал о Сэме и о том, как мы его нашли. Ну, а может, и не связан. Не знаю. Я помню тот день, когда он пропал. До сих пор чувствую себя виноватым. По этому полюсу бегал. Виноватым. Вот. И поэтому меня смутило еще вот при их первой встрече. Он же по лесу там бегал. Он просто бегал или он от кого-то вот бегал, мне кажется. А не будем об этом. В смысле, бля? Вот этого я не ожидала. Вот этого... Вот это не честно. Вот это херня не честная. Блин, ну это вообще... Типа ты можешь идти по сюжету, который тебе хочется, только за эти самые, за бриллианты? Ну это пиздец. Вот это я сейчас расстроилась, конечно. Люк помолчал, потом добавил. Будто не мог скрывать это. У него были проблемы в школе, хотели выгнать. Еще и отчим не пускал домой. Или, может быть, он все равно, да, расскажет. Ну я не знаю, зачем тратить двадцать, двадцать. Не пять, блядь, не один. Не даже не десять, а двадцать бриллиантов. Вы охренели, что ли? Почему? Сэм ссорился с ним, что тот постоянно пьет и спаивает мать. Перед пропажей он с отчимом иззарядно поругался. Сэм в порыве злости чуть не разбил ему камнем голову. Какой кошмар, реально. Шериф с мамой договорили. Она помахала тебе рукой с беспокойством, наблюдая за тем, как вы садитесь в полицейскую машину. Шериф сказал ей еще что-то напоследок. Ты уже не слышала, что именно. И она, успокоившись, улыбнулась. Затем сел в машину, и вы поехали. А я не пойму, кстати, у нашей Сары отец-то есть? Чего его не показывают никогда? Так значит, возвращаемся в настоящее, да? Так значит, наш идеальный люк не такой уж и идеальный? Почему не идеальный? Прекрати. Что? Он мне никогда не нравился. В смысле, что он имел в виду, я сейчас не поняла. Вы сидели полукругом за время рассказа. Дерек выкурил полпачки. Не, ну так много-то курить не надо. Ну это прям уж чересчур, друзья. Когда ты начал курить? Сама ж куришь, мать! Никто из вас уже здесь не жил. Когда-то в Сэнфори-то знала всех. Спустя столько лет лица сменились, лишь немногие остались. Среди них был Дерек. Почему тоже не уехал? Он усмехнулся. Не имею привычки убегать. Это как посмотреть. Я, например, бежал не от чего-то, а куда. А бежал к перспективам и лучшей жизни. И нашел, между прочим. Бобби поправил свой костюм, как бы привлекая внимание к его покрову. Типа такой мажорчик такой чуть-чуть. А на минималочках. Знаете, сколько он стоит? Он задел локсом свечу, и она чуть не упала со стола. Да выебывался. Кстати, почему мы сидим без света? Так не работает же. Просто пробки выбило, наверное. Недавно все работало. Дерек встал, подошел к полке. Что-то выискивая, достал оттуда фонарик. Пойду посмотрю. Дерек вышел на улицу. Путь осторожности. Вот опять я. Я иду по ебаному пути осторожности, как цикло последнее. Дерек вышел на улицу. Похоже, он часто здесь бывает. С чего ты взяла? Иначе свет в любом случае не работал бы. Хлопнула дверь от порыва ветра. Бобби взрогнул. Я вообще не понимаю, как он может здесь бывать один. Дверь снова открылась и захлопнулась с новой силой. Хотя на этот раз ветра не было слышно. Скрип, скрип, скрип. На улице скрипели половицы, будто кто-то пробежал мимо. Может, это люк? Он же там все время бегает. Может, и сейчас он пробежал спустя, блин, 12 лет. Что это? Может, Дерек? Дверь чуть отворилась. Ты подошла к ней посмотреть, но она закрылась прямо перед носом. А? Осторожно опустила ручку. Выглянула наружу, но там никого не оказалось. Дерек? Сзади дома раздался его голос. Да? Все нормально? Да, минутку. Ну, что там? Свет включился, а затем тут же вырубился. Видимо, придется сидеть со свечками. Когда все снова были в сборе, ты продолжила рассказ. А кто? В смысле, вам не интересно, что это? Ну, ладно. Возвращаемся в прошлое к кроссовочкам, висящим на проводах. Мистер Никсон молчал, сосредоточенный на дороге. В отражении зеркала ты видела его лицо. А серьезное, почти злое, со следами бессонной ночи. Ты никогда раньше... Там, кстати, смотрите на картинке. Тут приблизить нельзя, да? А-а-а! Я случайно нажала, но там что-то ты никогда раньше что-то не делала. Тут, короче, есть миссинг. Это самое, вон, на столбе приклеено. Но это что-то не похоже на Сэма, если честно. Это похоже больше на какого-то вообще ребенка пятилетнего. Хотелось прервать тишину или выскочить из машины, пытаясь сбежать от напряжения. Хрыщ! Машина дернулась, раздался хруст, ломающийся костей. Господи, какой кошмар. Что за черт? Шериф вышел, громко хлопнув дверью. Вы с люком выскочили следом. Мистер Никсон сидел на корточках у переднего колеса, разглядывая что-то. Тупые животные под машину бросаются. Он вытащил из-под колеса зайца. А-а-а! Череп животного был размажен, дети, отойдите от экранов. Серая шерсть пропиталась кровью, и если бы не длинные уши в нем, едва можно было бы разглядеть зайца. Блин! Это ужасно печально, еще так описано, блин, в подробностях. Вы че? Один глаз лопнул, и с глазницы его текла черная слизь, пахнущая болотом и разлагающимся трупом. В смысле разлагающимся, он же только что погиб. Что он делал у дороги? Видимо, в лесу его что-то напугало, бежал от волка, напоролся на машину. Шериф отбросил зайца в сторону. Я теперь сегодня не буду, блин, спать. Зашибись. Поехали. Ты обернулся, выпущенный тоже почти лопнувший глаз животного, смотрел будто прямо на тебя. О, господи Иисусе. Вы с Люком рассказали, как нашли Сэма, пытаясь не упустить ни одну деталь. Значит, так все и было до последнего слова. Это все? Больше вам нечего рассказать? Шериф с Люком сцепились взглядами. Ага. Ага. Наконец Люк ответил. Это все. Шериф достал что-то из тумбочки. Вот что мы нашли в кармане у Сэма. Так, смотрю, чтобы запись не прервалась. А что это? Наркотики. Мистер Никсон показал небольшой прозрачный пакетик с серым порошком на дне. Вы знали, что Сэм их принимал? А с чего он взял что-то? Наркотики, интересно. Нет. Этот препарат воздействует на слизистую глаз и рта. Ага. Понятно. Если увлекаться, начинает их разъедать. Какой кошмар. Что вы хотите этим сказать? Сэм когда-нибудь упоминал о них или тех, кто мог бы их принимать? Нет, никогда. Это из-за наркотиков у него были такие глаза. Мне нужен список тех, с кем общался Сэм. Вы знаете, что мне теперь кажется? Мне теперь кажется, что шериф Никсон что-то такое в чем-то замешан. Потому что он, получается, ну, как бы обставляет эту ситуацию таким образом, что, ну, типа, он был наркоман, и поэтому у него были черные глаза. И как бы, ну, вот так. Ладно, посмотрим. Так. Он общался со многими. Мне нужен список всех. Сначала именно тех, с кем у Сэма были конфликты. Мистер Никсон протянул листок бумаги и ручку. Он помолчал некоторое время, наблюдая за тем, как Люк пишет имена. Ты заметила, что третьим в списке был указан Майкл. В любом случае, в школе всем придется сдать тест на наркотики. Что? Как это взаимосвязано? Надеюсь, не стоит говорить, что болтать языком обо всем этом не нужно. Паника мне сейчас не нужна. Шериф снова умолк, посмотрел на тебя. Сара не могла бы оставить нас с Люком? Можешь подождать его в приемной? Да, без проблем. Бля, может они вдвоем что там? Я, короче, не знаю. Все, кроме меня, все, короче, в чем-то замешаны. В приемной... Да что ж нос-то себе не чешется. В приемной ты нашла какие-то брошюрки с призывами не превышать скорость. Полистала журнал, оставленный кем-то. Отсюда нельзя было расслышать, о чем Шериф говорил с Люком. Но ты видела, что разговор был напряженный. В приемную вышли два офицера. Они прошли чуть дальше, не обратив на тебя внимания. Высокий офицер. И что думает по этому поводу Шериф? Худой офицер. Мне кажется, он слишком загоняется. Обычный наркоман. Передозировка и дело закрыто. Да, но 10 лет назад было то же самое. Да тише ты. Работники полиции с подозрением взглянули на тебя. Ну, в смысле... Бля, я не знаю. Давай... Ну, я бы, например, не стала лично вмешиваться. Как только они посмотрели в твою сторону, ты опустила глаза, делая вид, что увлечена журналом. Офицеры немного понаблюдали за тобой и продолжили дальше говорить шепотом. Ты разобрала пару фраз. Вот, мне кажется, если бы я ответила первое, они бы, короче, не стали бы ничего дальше обсуждать. Сказали бы мне, что, типа, ну, все окей. И ушли бы куда-нибудь. А тут я смогу, видимо, еще что-то узнать. Ну и что? Когда была серия убийств, а у нас только один труп. А, тогда была серия убийств. Так может, это просто первый? Не говори чепухи. Нифига себе. А, вы что здесь ошиваетесь? Офицеры выпрямились и поспешно ретировались. На этом пока все. Если у меня будут еще вопросы к вам, я свяжусь с вашими родителями. Шериф хотел было уже уйти, но остановился, вспомнив что-то. Да, точно. Я обещал твоей маме отвезти вас в школу. Спасибо, чувак. Просто спасибо. Идем тогда. Полицейская машина привлекла внимание школьников. Видимо, полиция редкий здесь и гость. Ты заметила, как Кэнди проходила через стоянку в сторону школы. Почему-то не хотела, чтобы она лишний раз видела вас с Люком вместе. Поспешно... Еще и в полицейской машине. Поспешно попрощавшись, выскочила из машины и побежала к подруге. Слышала новости. Мне всю ночь кошмары после этого снились. Почему у всех такие лица, как будто, типа, все друг друга ненавидят. Кэнди как-то странно отшатнулась от тебя и пошла дальше. Что с тобой? Она резко остановилась, отчего вы чуть не врезались. И повернулась к тебе. Ты ходила на свидание с Люком? Ну да, типа, ты же разрешила. Мистер Никсон рассказал Дереку, что вы были вдвоем. Но ты же сказала, что все нормально, что ты не против. Ну да. Да, знаю. Но мне тяжело. Мне кажется, я все еще... Все еще... Любишь его? Давай потом обсудим это. Мисс Бейкер терпеть не может опоздавших. Ну ладно. Ой, блядь. Вот эта вот обсосочная хуйня. Типа, знаете... Ой, я его все еще... Нет, иди с ним на свидание. А потом на следующий день такая... Ой, нет, это была какая-то хуйня. Я все еще его люблю. Не трогай его. Несмотря на то, что уроки уже начались, в коридоре толпилось много школьников. Когда ты зашла на секунду, все словно бы замерли, начали шептаться. Но стоило сделать пару шагов вперед, к тебе подошел парень. Школьник, это же ты нашла Сэма? Его убили, да? Что? Было много крови? Господи, он что, ебанутый? Со всех сторон посыпались вопросы о Сэме. Многие уже знали, что вы с Люком были на допросе. Даже уборщик прислушивался к разговору, с подозрением косился на тебя, делая вид, что моет пол. Такое, типа, как будто бы он не знает, что. Хотела пройти мимо, но тебе перегородили дорогу, не переставая спрашивать о случившемся. Что говорит шериф? Есть подозреваемые. Все ожидания смотрели на тебя. Уборщик сорвал со стенда листовку с сообщением о пропаже Сэма и с интересом посмотрел на тебя. Блядь, что у него с лицом? Это пиздец. Он как будто, знаете, маньяк такой, маньячелла такое. Прям вот из фильмов ужасов вот этих ужасных. Его взгляд был тяжелый, изучающий, который, казалось, замечала только ты. Стала не по себе. Подумала о родителях, чья надежда найти сына разбилася его мертвая неподвижность. Да, это, кстати, печально. Заметила, как к тебе подходит Майкл с какой-то девушкой? Девушка. Другие расступились перед ними, будто перед какими-то авторитетами, но они, казалось, не замечали этого. Слышал, это ты нашла Сэма. Да. Что ты делала в лесу? Не лучшее место для прогулок в одиночестве? Ты что, дебил? Все же говорят, что... Блядь. Что сделать? Спиздеть? Нет, давай спиздим. В следующий раз зови меня. Такой чистый подкат при телочке. Пиздец. Девушка кивнула на тебя оценивающий взгляд, который не обещал ничего хорошего. Ты, кстати, так и не сказала, как тебя зовут. Это Адель, моя подруга. Адель вцепилась в его руку и повесла на ней, будто пытаясь показать, что они не просто дружат. Меня зовут Сара. Приятно познакомиться. Не могу сказать, что приятно познакомиться. Ну да, не могу сказать. А, это я с Адель, блядь. Я думала, это я с Дереку сейчас скажу, потому что это он нас сбил тогда. Так, сейчас переподключу. Четыре, три, два, один. Оп. Ага. Ага. Нет, Адель, блин, прости, пожалуйста, я не тебе. Пиздец. Ха-ха. Вот это я понимаю, горячая девчонка. От брошенного Майклом взгляда ты почувствовала, как покраснела и отвела в смущении глаза. Нам пора. До скорой встречи. Нет, Майкл, мне не нравится. Мне не нравится, Майкл. Не надо с ним меня сводить, пожалуйста. Вот есть Леонардо Ди Каприо. Вот это вот моя любовь всей моей жизни. Пожалуйста, не надо мне никаких Майклов. Прежде чем уйти, Адель посмотрела на тебя с показным высокомерием. Прозвенел звонок, надрываясь, словно предупреждая, что опоздание грезит наказанием. Когда ты зашла в кабинет, Кэнди опустила глаза, делая вид, что читает конспект. Блядь, как вы все заебали. Вот телки в школе, это пиздец, это змеиный ад. Ну я серьезно говорю. То есть ты можешь вообще ничего не делать, и все равно ты будешь вот, блядь, обсуждаема. Какие-то склоки, какой-то пиздец. Вот это постоянно происходит. Ну это все, наверное, гормоны, да. Так, заговорить первый давай. Это ж наша подружанька. Надеюсь, сегодня мисс Бейкер не будет до нас докапываться. Га-га, бля. Она меня пугает, если честно. Она всех пугает. Девочки, вы опять разговариваете? Боюсь, придется преподать вам урок. Мисс Бейкер стояла у стола, нервно жуя губы. И вкусно, наверное. И глаза ее не задерживались на одном человеке, а бегали с одного на другого, создавая впечатление, будто она сама не понимает, о чем говорит. Сара на прошлом уроке уже получила своего рода наказание. Сегодня я хочу услышать тебя, Кэнди. Кэнди напряглась, но даже не пыталась подсмотреть в учебник. Мисс Бейкер вывела на доске задачу, которую должна была решить Кэнди. Минут 10 Кэнди пыталась справиться с заданием, но мисс Бейкер раздраженно все вытирала и велела начинать сначала. Все неправильно. Кто так учится, Кэнди? Ты знала эту тему, блядь. И могла бы ответить, но стоило ли рисковать? Нет, я ради этой хуйни не буду 10 алмазов тратить. Ну, серьезно. Кэнди, блядь, мы не 15 лет с ней дружим. Я думаю, что еще будут моменты с ней типа помириться, короче. Поэтому в пизду. Чем больше проходило времени, тем более раздражалась мисс Бейкер. Она вся покраснела от злости и через каждое слово срывалась на крик. Кэнди вся сжалась, уже не в состоянии что-либо решить. Отвратительно. Можешь садиться, толку от тебя нет. Когда Кэнди садила за парту, ее глаза блестели от подступающих слез. Надеюсь, ты понимаешь, что сегодня я жду тебя на дополнительных. Что? Тебя это удивляет? Ты не могла решить элементарную задачу. Теперь я займусь тобой основательно. Интерес мисс Бейкер к вам с Кэнди тут же пропал, и она продолжила вести лекцию. К концу урока Кэнди медленнее, чем обычно, собирала учебники. Ты видела, что она что-то хотела сказать, но мялась, не решалась. Ты что-то хотела? Я? Нет, нет, ничего. Она накинула рюкзак и выскочила из кабинета. Господи, да вы серьезно, блядь, женщина, успокойся, у нее что, ПМС? В коридоре ты столкнулась с Дереком. Куда идешь? Да так тут, блядь, просто гуля. В класс у нас биология сейчас. Ах, верно, ах, да. Ой, все верно, ах, да. Тебя же с утра не было. Сегодня у нас урок на природе, будем изучать сэнтфордские цветы. Может быть, мы как раз вот эти цветы будем изучать? Дерек говорил без особого энтузиазма. Все уже на улице. Школьный автобус стоял с заведенным двигателем и открытыми дверями. В ожидании, когда все сядут на места. Я просто так заорала сейчас. Людей как-то много. Мы едем с выпускниками. То есть они еще прям куда-то едут. А куда? В лес, думаю. Ах, ты обо что-то споткнулась. Что это? Так это уже было. В темноте не сразу взглядело, что это лежит человек. Это она типа вспомнила. Первым порывом было прогулять биологию. Но Дерек уже подталкивал к автобусу, отсекая шанс на побег. А люк-то где учится? Мне интересно. Учительница, поправляя вечно падающую прядь волос, рассказывала о видах цветов. Школьники плелись сзади, даже не оглядываясь по сторонам. Время от времени учительница повышала голос до дрожащего писка в попытке перекричать детей. Вы с Дереком и Кэнди шли почти позади всех. Кто-то вообще слушает учительницу? Один точно слушает. Дерек указал на парня в очках, пытающегося протиснуться вперед. Парня отталкивали, и тогда он становился на корточке и подпрыгивал, чтобы хоть что-то разглядеть впереди. Мы тебя с ним так и не познакомили. Бобби. О, Бобби, иди к нам. Здорово. Бля. Ой, да отстань ты. Иди сюда, хочу тебя познакомить кое с кем. Бобби неохотно подошел к вам. Ну что еще? Это Сара, она новенькая. Бобби пожал твою руку, чрезмерно тряся ее в воздухе. Вот так, наверное. Это было небрежно, будто он делал одолжение. Да-да, приятно познакомиться. Ну, цветы-то сами себя не изучат, да? Не обращай внимания, Бобби всегда так с незнакомыми. А отреагирует спокойно. Ну, а что, бывает, что? Мне тоже приятно познакомиться, Бобби. Я тебя раньше не видела на уроках. Я болел. Решил, что прогулка на природе не помешает. Учительница пошла дальше, увлекаясь за собой остальных. О, смотри, эта гудзония горная. Она считается исчезающей в Северной Америке. На лице Бобби появился такой восторг, что ты тоже заулыбалась. А нет, это простые желтые цветы. Кэнди с Дереком о чем-то говорили, а Бобби, решив, что тебе интересно, потянул вперед, рассказывая о каждом растении, что вам встречалось. Заебись. Хотелось перевести тему. А как давно вы дружитесь с Кэнди? Давно ты увлекаешься цветами? Блин, просто, может быть, он сможет рассказать нам про этот цветок? Я вот не знаю. Блядь, хотелось же тему перевести. Ну ладно. С детства. Но нравятся мне только редкие. Зачастую они не особо красивые. Многие не знают даже их названия. И все же, если они исчезнут ни в одном месте, ты не встретишь даже один точно такой же цветок. Это делает его уникальным. Мой брат вечно подшучивал надо мной из-за этого. У тебя есть брат? Да, старший. А у тебя есть братья или сестры? О, бля, может быть, это этот? Леонардо Ди Каприо наш брат? Его брат, точнее. Люк, да? Вот это было бы прикольно. Нет. Везет. Бобби резко остановился, посмотрел на тебя подозрительно, даже враждебно. Ты ко мне подлизываешься из-за моего брата? Что? Нет, конечно. Причем здесь твой брат? Думаешь, ты первая, кто пытается к нему подобраться через меня? Я, блядь, даже не знаю, кто твой брат ебанут. Этим цветам, конечно, далеко до тебя, но в этом колоповнике они лучше. Майкл подкрался к вам откуда-то сзади и протянул тебе собственноручно собранный букет. Бля, вот это подкаты просто. Какие красивые. Давайте посмотрим. Очень красивые. Это просто ромашки, блядь. А, можно выбрать. Нихуя себе. Я люблю фиолетовый цвет, поэтому давайте возьмем ирисы. Я обожаю ирисы. Я вообще, если честно, цветы не очень, поэтому мне сложно выбрать. Спасибо. Рад, что тебе понравилось. Ну вот, я же говорил... А, блядь, это Дерек его брат. Подожди, вы братья? Майкл обнял Бобби за шею, притягивая к себе. Пиздец, блядь. Все так. А что, не похоже? Убери руки. Бобби пытался вырваться, но Майкл держал его крепко. Через несколько усиленных попыток Бобби удалось с рывком высвободить голову из хватки брата. Отвали. Он поправил одежду и, бросив на Майкла неприязненный взгляд, отошел подальше, ближе к учителю. Бобби меня не очень любит, не бери в голову. Майкл проследил за тем, как фигура брата скрылась среди толпы школьников. Почему не любит? Он как-то странно улыбнулся, посмотрел на тебя, и мамолетная слегка заметная серьезность, что, казалось, появилась на его лице, тут же прошла без следа. Ему кажется, что я любимчик всех, включая родителей. Он посмотрел на идущих впереди детей, взглядом выискивая брата. Майкл улыбался и говорил пренебрежительно, словно его это не касается. И все же ты поняла, что его это беспокоит. Завязался разговор, и вы не заметили, как отстали от остальных. Блядь, ну прекратите меня с ним сводить, ну пожалуйста. Я не хочу любовную линию с Дереком, это пиздец. А потом мы вовсе изобрели на какую-то поляну. Сначала ты не могла понять, в чем дело, но вскоре узнала ее. Здесь вы были с Люком в прошлый раз. Да, вот, есть Люк, который тебе нравится, и вот с ним нам надо мутить. А вот с ним не надо, нет, пожалуйста. Эмоции разом нахлынули на тебя. Ты чувствовала и приятное волнение от воспоминания встречи, и ужас ночи, где можно столкнуться со смертью. Что ты делаешь? Майкл лег на траву, раскинув руки. Все жалуются на погоду в Сентфоре, но знаешь, что мне в ней нравится? Что? Облака. Облака? Да, Сентфордское небо всегда в облаках. И ты можешь лежать так часами, смотреть, как они плывут. Ляг рядом, посмотри. Да я и так их вижу. Нет же, ты должна лезть, чтобы понять, что я имею в виду. Майкл подскочил, схватил тебя за руку и потянул на себя. Ты упала на него, хотела отодвинуться, но он только сильнее прижался к тебе. Блядь, ну пожалуйста. От его близости бросила в жар. Словно прочитав твои мысли, Майкл улыбнулся, высвободил руки и позволил лечь рядом. А теперь смотри. Он ткнул пальцем в небо, будто по воде облака медленно плыли, не принимая никаких причудливых форм. Они просто двигались вперед, повинуясь ветру. От того, что вы лежали, казалось, земля движется тоже, только в противоположную сторону. Загружилась голова, и ты рассмеялась. Поняла теперь. Вы посмотрели друг на друга. Да, поняла. Взгляд Майкла изменился, стал серьезным. И не успела ты понять, в чем дело, он снова притянул тебя к себе, страстно впиваясь в губы. Тут получается, что мне даже выбора не дали, короче. То есть получается, что эта линия с Майклом, она обязательная. Ну это пиздец, ребята. Ну это просто пиздец. Попыталась вырваться, но он прижал твои руки к земле. Оттолкнуть. Вот тут я рада, что у меня не хватает алмазиков. Ты замотала головой, избегая его поцелуев. Не дергайся. Перестань. Он отстранился, посмотрел на тебя и рассмеялся. Что смешного? Боишься меня? Нет. Еще несколько долгих секунд он смотрел на тебя, пытаясь понять причину отказа. Наконец кивнул и отпустил твои запястья. Облака все так же летели куда-то по своим делам. Голова уже не кружилась. Майкл продолжал сосредоточенно рассматривать небо. Адель, что вы здесь делаете? А мы тут чуть не потрахались, Адель. Сорян, как бы. А, Адель, тут места всем хватит. Можешь присоединиться. Майкл выглядел расслабленным, даже скучающим. Казалось, его не заботило появление. Адель. Ты вскочила, отряхнулась от травы, пытаясь не поднимать глаза. Мы просто смотрели на облака. Не оправдывайся. Майкл не спеша поднялся следом. Думаешь, ты одна такая, с кем он облака смотрит? Замолчи. Замолчи. Вот-вот. Адель не обращала на Майкла никакого внимания, глядя только на тебя. Ты молчишь, чтобы не нагнетать обстановку, но, похоже, это только разозлило ее. Ты молчала, короче. Что ты молчишь? Или лежать с чужими парнями для тебя это обычное дело? Да у меня не было выбора, чувиха. Я бы не стала, блин, серьезно. Я уже не твой парень, Адель. Это мы еще посмотрим. Адель схватила тебя за волосы, блядь. Вырваться. Ты попыталась отбросить ее руку, но она только сильнее вцепилась. А-а-а. Прекрати. Майкл оттолкнул Адель, и ей пришлось отпустить тебя. Что ты тут устроила, Адель? Все были на взводе. У Адель был такой вид, будто она вот-вот набросится на тебя. Так уже набросилась, в смысле? Но тут донесся чей-то крик. Это оттуда. Адель указала в сторону болота. Майкл тут же ринулся на звуки. Вы с Адель переглянулись и побежали за ним. Че, еще кто-то? А-а-а. В смысле? Ой, да Кэнди в болото упала. Помогите. Кэнди по пояс была в трясине. Она пыталась схватиться за ветки деревьев, но не дотягивалась. Подскальзывалась, погружаясь в трясину все глубже. Не двигайся. Майкл обхватил одной рукой ствол дерева, а другую протянул Кэнди. Хватайся. Не могу дотянуться. Из последних сил Кэнди рывками пробиралась вперед, поближе к берегу. Майк нагнулся ниже. Еще немного. Последний рывок, и Майкл схватил Кэнди за руку, затем вторую и вытянул на сушу. Кэнди в измождении повалилась на землю, тяжело дыша. Как она вообще там оказалась? В ее руках мертвой хваткой были зажаты фиолетовые цветы. Такие же, как были под Сэмом, когда с Люком его нашли. Короче, смотрите сейчас внимательно. Здесь какая-то херня. Я люблю просто рассматривать вот этот задний фон. Мне кажется, там есть какие-то пасхалочки. Короче, я сейчас увеличу, да? Какая-то, блядь, то ли кукла лежит, то ли что. Интересно, вот. Кэнди едва выбралась сама и все же не выпустила из рук букет. Вот здесь получше видно вроде бы. Так, знакомый запах ударил в нос. Цветы пахли приятно, но теперь они ассоциировались лишь со смертью. Ты постаралась избавиться от наваждения, старалась не смотреть на цветы, а сосредоточиться на подруге. Кэнди вся дрожала, скорее от страха, чем от холода. Кэнди, боже, ты в порядке? Хотелось ее успокоить, но она оттолкнула тебя. Если бы не ты, я бы не свалилась в это болото. В смысле? Слушайте, у меня такое впечатление, что на нее вот что-то влияет. Ну, типа, поэтому она сегодня такая злая. Может быть, это вот эти цветы или... Хотя в школе у нее не было вроде цветов. Ну, короче, что-то вот на нее такое повлияло. Потому что она вчера типа была приветливая такая, все вот это вот. А сегодня вся такая злая пиздец. О чем ты? Это же ты позвала меня сюда. Нихера себе. Я не звала тебя никуда. Как же? Считаешь меня за идиотку? Она была с нами сейчас, Кэнди, и никого Сара не звала. Кэнди обернулась на Майкла, затем на Адель, еще доказательств, слов в их лицах. Но я же слышала. Кэнди задрожала, обхватила себя руками. Тебе надо домой, пошли. А где, мне интересно, вот учитель, да, находится вот в этот сейчас момент. Ты помогла Кэнди подняться. От подруги возвращалась уже поздним вечером. Дома она продолжала повторять, что-то ты ее звала в сторону болота. У нее шок. Неудивительно. Всю дорогу ты шла, раздумывая обо всем, что произошло сегодня. Ой, что произошло со дня приезда в Сент-Фор. Городок маленький, а событий больше, чем в Балтиморе. Реально, блин, не говори. Похоже, я начинаю привыкать. У самого дома ты остановилась. Еще ничего не случилось, но внутри появилась тревога. Ты прислушалась. Бам, бам. Что-то разбилось. Раздались крики. Мама! Серия окончена. Так, два смелости. Это так и было. Плюс три осторожность за сегодня. Плюс один имидж. И плюс один алмаз. Я хочу все-таки линию, блин, с Люком, с Леонардом Дикабрио. Поэтому буду всеми возможными способами, наверное, от Дерека от... Короче, отлепляться как-нибудь. Обязательно подписываемся на мой канал. Ставим лайки. Пишем ваши комментарии. Подписываемся на Телеграм и Инстаграм. Все ссылочки будут в описании. И до скорых встреч в четвертой серии. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. Муа! Субтитры сделал DimaTorzok